Здравствуйте! В эфире новости корреспонденты Первого Карагандинского и Ягуль Нуржакен расскажем вам о главных событиях этого дня. Сегодня в программе. Наркотрафик потерял в Карагандинской области 40 килограммов героина. Каждый должен помнить свою историю. В Бутагоре открыли памятник Бухаржирау. Семья Забиевых вернулась с республиканского конкурса Мириля Утпасы. Сотрудниками ДВД Карагандинской области и УБН были задержаны трое перевозчиков наркотиков. В их машине обнаружили и изъяли 40 килограммов героина. Об этом рассказал на брифинге начальник ДВД области Миргенбай Жапаров. Карагандинская область лежит на пути наркотрафика в Россию, европейские страны и дальше за океан. Только за 6 месяцев текущего года полицейскими уже изъято более 318 килограммов наркотических веществ. Очередная успешная операция была проведена 20 сентября. Было задержано граждане российские, федерации республики Кыргызстан, УРПЕ, в составе трех человек, в которых в ходе осмотра машины было взять две большие хозяйственные сумки. А в сумках аккуратно упакованы в 40 пакетов некий порошок. Экспертиза установила, что это был чистый героин весом 40 килограммов. Трое мужчин, которые находились при этих сумках, задержаны и водворены в изолятор временного содержания Караганды. По ценам черного рынка изъятый героин стоит порядка 720 тысяч долларов. В зависимости от расстояния и места доставки эта сумма может увеличиваться. Сейчас выясняем отдельные моменты, рамках уголовного дела, каналы поставки. Откуда этот героин, куда было предназначено, на рамках следствия мы пока воздерживаемся. Но знаем двое из них, подоживаем. Один из Кыргызстана, двое из России, из города Омска. Героин – тяжелый наркотик. И в судебном разбирательстве наказание потянет на очень круглую сумму лет без свободы. Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Бахтия Руспанов, Первый, Карагандинский. В Караганде сгорело молодежное кафе «Лавстори». 21 сентября около 4 часов утра на телефон 112 поступило сообщение о пожаре. На момент прибытия первого пожарного подразделения происходило горение обшивки стен внутренних помещений, мебели, а также покрытие и деревянные обрешетки крыши на площади 150 квадратных метров. Кафе с романтическим названием «Лавстори» посещали не только влюбленные пары, но и любители покурить. Как известно, в кафе это не запрещалось, несмотря на то, что курение в общественных местах недозволено законом. Стало ли это причиной пожара или технические неполадки, пока неизвестно. Пожар на третьем этаже торгового дома «Абсолют-2» полыхал в ночь на воскресенье. Огонь заметил охранник здания, он же и вызвал пожарных. Ранее в этом здании на центральном проспекте Бухаржирау уже случались пожары. Тогда горели автомагазины. 21 сентября ночью в 3.44 на телефон 112 поступило сообщение о пожаре в кафе «Лавстори», расположенном по проспекту Бухаржирау. На момент прибытия пожарного подразделения происходило горение внутренних помещений, мебелей, а также крыши на площади 150 квадратных метров. Огонь был ликвидирован в 4.50. В тушении были задействованы 16 единиц техники и 56 человек личного состава противопожарной службы. Молодежная кафе «Лавстори», находящаяся на третьем этаже здания «Абсолют-2», сгорела полностью. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается. Лариса Кусынова, Эдин Жакан, Мавтия Роспанов, 1-й Карагандинский. В Караганде стартовал осенний месячник по санитарной очистке и благоустройству города. На общегородской субботник вышли более 20 тысяч человек. 20 сентября в Караганде прошел общегородской субботник. На улице Шахтерской столицы на борьбу за чистоту города вышли более 21 тысячи человек. Субботник прошел в рамках осеннего месячника по санитарной очистке и благоустройству. Молодым карагандинцам энтузиазма не занимать, им все интересно. Подметать, убирать территорию, это довольно интересно. Активное участие в субботнике принимают горожане, государственные служащие, КСК, предприниматели, работники образования, здравоохранения, ветераны и учащаяся молодежь караганды. Правда, надо честно сказать, со взрослыми сложнее, чем с их детьми. Заботы другие и позиция к уборке улиц и дворов несколько инертная. На призывы работников КСК в ответ слышно одно. Мы за что вам платим, у нас нет времени, вот мы вам платим и убирайте. Логика железная. Только в КСК «Маяк» более 20 домов, а дворников только 10. И такое положение везде по городу. Непрестижно сегодня работать на уборке улиц. Скажем, обрезку деревьев КСК сделал еще в августе за 70 тысяч тенге. А вот вывезти сучья денег не хватило. Спасибо Акимату, вот сейчас субботники, они нам выделили технику, и мы с удовольствием вот это все убираем. Потому что каждая копейка, сейчас осень, запуск тепла, каждая копейка на счету. Районные Акиматы представили спецтехнику для вывоза собранного мусора. А также снабдили всех необходимым инвентарем – граблями, лопатами, перчатками и мешками для сбора мусора. За один день в городе ликвидировано 8 несанкционированных свалок. В данное время работа по заключению договоров ведется. Ищем новые альтернативные выходы. Договариваемся, сейчас у нас новых два пилотных проекта идут. Это Кагац Ресальтник и фирма ТЖК, которая занимается сбором макулатуры. Это в центре города, где очень много у нас расположено торговых точек. И есть два контейнера, тоже пилотный проект. Это два контейнера у нас находятся по улице Лиханово. Это раздельный сбор пластиковых бутылок из стеклотары. В городском субботнике были задействованы 25 единиц специализированной техники. Убрано 3500 гектаров территорий. Мы сможем сделать наш город еще чище и красивее. Было бы только желание и уважение к шахтерской столице. Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Бахтия Роспанов, Первый, Карагандинский. Сегодня Акимобластин Румухаммед Абдебеков провел совещание, на котором был рассмотрен ход реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2020». На совещании отмечалось, что по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» с 2010 года и по настоящее время поддержано 398 проектов на сумму кредитов 74,5 миллиарда тенге, в том числе 74 проекта на сумму 8,8 миллиарда тенге одобрено в текущем году. В отраслевом секторе 49,5% проектов приходится на обрабатывающую промышленность, 17,5% на транспорт. Инструментами нефинансовой поддержки за весь период реализации программы охвачено 10,5 тысяч предпринимателей. Так прошли обучение в институтах развития почти 8 тысяч человек. Сервисную поддержку по ведению бизнеса получили 2,5 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Услуги по принципу «одного окна» предоставляются в Центре обслуживания предпринимателей в Караганде, а также в Центрах поддержки предпринимательства в городах и районах. За время работы Центров, а это практически один год, ими было оказано более 14 тысяч консультаций субъектов малого и среднего бизнеса и физическим лицам. В целом реализация программы позволила ее участникам увеличить объем выпускаемой продукции с 19 до 70 миллиардов тенге, сохранить более 38 тысяч имеющихся и создать около 9 тысяч новых рабочих мест. При этом в доход бюджета поступило более 11,3 миллиарда налоговых платежей. Вместе с тем есть проблема с длительными сроками рассмотрения проектов банками, а также низкой оценкой залогового обеспечения предпринимателей, даже с учетом гарантии фонда «Дому». Уменьшилось количество участников программы, представляющих транспортную отрасль. Не во всех регионах предприниматели воспользовались инструментом по государственному гарантированию залога через фонд «Дому». В связи с этим Аким области поручил Управлению предпринимательства проработать с банками второго уровня проекты, имеющие проблемы с получением кредитов, и совместно с Акимами городов и районов усилить работу по привлечению субъектов малого и среднего бизнеса к участию в государственных программах с охватом всех имеющихся инструментов поддержки. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Торговая марка «Галвин» представляет Эконом-серия «Профиль Галлтек» 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль «Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит, полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль «Галвин» выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галдек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Каждый должен знать и помнить свою историю. И кто этого не делает, тот совершает ошибку. Мы всегда помним своих деятелей, говорит глава государства. В поселке Бутагора был открыт памятник Бухар-Жарау. Еще шесть лет назад на открытии памятника выдающемуся деятелю и мыслителю казахского народа Бухар-Жарау в Караганде, а это было 1 июля 2008 года, президент страны, лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев, выступая перед карагандинцами, сказал «Мы помним имена казахских героев, которые боролись за независимость своего народа». Бухар-Жарау был советником Аблайхана, величайшим мыслителем. Он остался в нашей памяти как достойный сын казахского народа. В октябре прошлого года Бухар-Жарауский район отмечал свое 75-летие и 345-летие народного Жарау. Ключевым событием всех мероприятий, посвященных двум юбилеям, должна стать установка памятника Бухар-Жарау у подножия горы Желанды. Свои обещания жители района выполнили. И, как и в прошлом году, на открытии памятника собрались представители общественности области, городов Астаны, Алматы, акрыны писатели и историки Казахстана. Величественность момента подчеркнула театрализованное представление, которое подготовили артисты Казахского государственного театра имени Сакена Сейфулина. Оно состояло из творческих периодов великого Жарау. Следует сказать, что до обретения Казахстана в независимости Бухар-Жарау не занимал своего достойного места в исследованиях, разработках и публикациях официальной историографии. Однако теперь историческая справедливость восстановлена. И подтверждение тому еще один памятник этому выдающемуся деятелю, который был открыт в поселке Бутакара 19 сентября нынешнего года с участием Акима области Нурмухамбета Абдибекова. Выступая на митинге, состоявшемся по этому случаю, глава области поздравил жителей Бухар-Жарауского района с этим важным событием. Мы гордимся нашими великими предками. Один из них – легендарный человек своего времени Бухар-Жарау Калкаманулый. В смутные времена славные воины Батыры защищали наши земли, а одаренные Жарау импровизаторы воспевали эти подвиги. Они достойны нашего уважения. Пусть вдохновляет всех нас дух великого Бухар-Жарау. Вот он самый торжественный момент. Аким области и района снимают покрывало с памятника великому Жарау. Автором памятника является заслуженный деятель культуры Республики Казахстан, член Союза художников Казахстана Бейбит Мустафин. Он изготовлен из особой марки цемента с тонировкой под бронзу, а его высота составляет 8 метров. На этом торжества по случаю открытия памятника Бухар-Жарау в поселке Ботакара не остановились. Они продолжились в районном доме культуры с соревнованиями акынов, которые приехали со всего Казахстана. А в детской школе искусств поселка Ботакара был торжественно открыт класс Жирау, класс поэтов-импровизаторов. В этом событии участвовал известный казахстанский акын Жирау Алмаз Алматов. Говоря словами нашего президента Нурсултана Назарбаева, «Священная земля казахов – книга славной истории предков, написанной копытами их коней. И все мы продолжатели и строители новой истории». Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Бахтия Роспанов, Первый, Карагандинский. К другим новостям. В Караганде проживают больше ста представителей различных национальностей. Функционируют 24 этнокультурных центра. Все мы живем в мире и согласии. Аким города Караганды Нурлан Аубакир встретился с представителями различных национальностей, проживающих в нашем городе. На праздничные встречи побывали и наши журналисты. День языков – признак дружбы, родства и единства всех граждан. Дружба народа, взаимопонимание и сотрудничество – главная опора строительства нового Казахстана. В преддверии замечательного праздника Дня языков народа Казахстана проходят мероприятия, рассказывающие о культуре, истории, быте всех народностей, проживающих на территории Республики Казахстан. На встрече, организованной акиматом города Караганды, царила праздничная обстановка. Звучали песни и слова пожелания. «Хотелось бы, честно, узнать о дальнейшей перспективе развития вашей деятельности в целом, какие пути взаимодействия между органами, исполнительной власти, с этнокультурными объединениями, какие бы вы хотели увидеть, где мы еще не дорабатываем, где необходимо вводить более широкие, более глубокие контакты для того, чтобы в целом укреплять именно межконфессиональные, межнациональные согласия». Каждый гражданин Республики Казахстан имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. «Одновременно с немецким языком, естественно, мы изучаем казахский язык. Нам что делить? У нас Казахстан один, нам делить нечего. Дай Бог здоровья президенту, дай Бог здоровья его. Ребятам, которые рядом, мы только будем помогать». Язык благополучия народа, он объединяет и сплачивает нации, является средством воспитания и опорой, связывающей взаимоотношения между людьми. На встрече Аким города Нурлана Убакир вручил гостям памятные подарки и благодарственные письма. Следующий год в Казахстане объявлен годом Ассамблеи народов Казахстана. Карагандинские этнокультурные центры несомненно примут активное участие во всех мероприятиях страны и города. Семья Сапиевых вернулась с республиканского этапа конкурса «Миреля-Отпасе» с призовым местом. Победители областного этапа национального конкурса, который впервые прошел в нашей стране, защищали честь Карагандинской области. В соответствии с распоряжением главы государства было объявлено проведение национального конкурса «Миреля-Отпасе» в нашей стране. Сам конкурс проводится у нас впервые. Его основной целью является возрождение нравственных ценностей семьи и брака. Согласно правилам, конкурс проходил в три этапа – региональный, областной и национальный. Семья Сапиевых, победив в двух этапах, отправилась защищать честь нашей области. «Я считаю, что такие конкурсы нужны. Я считаю, что комиссия сделала правильный выбор, выбрав семью, многодетную семью, у которых около 80 человек в семье, в общем, начиная с деда и заканчивая внуками, правнуками. Это укрепляет семью, это показывает, насколько семья важна, чтобы наше демографическое положение улучшалось». Семья Сапиевых впервые встретилась с Нарсултаном Назарбаевым. Глава государства вручил Сапиевым автомобиль отечественного производства. Также Сапиевых успел поздравить Аким Карагандинской области, Нурмухамбет Абдебеков. Представители семьи поделились эмоциями, полученными от встречи с Ельбасы и участия в конкурсе. «Я почувствовала гордость, что меня представили президенту, что я со всеми областями, мы в числе первых, полный зал людей, и нас так хорошо приветствовали, нас так хорошо встречали, всем подарили машины, это же такие же расходы, наверное». Жумангали Даутович, отец Сири Касапиева, примерный семьянин. Вместе с женой Ириной Фоминой воспитал прекрасных сыновей и дочь, внимательный и заботливый супруг и дедушка. Жумангали Даутович является ветераном шахтерского труда. Глава семьи встретил свою супругу в 1974 году на шахте, когда она проходила там практику. «Как Пермский угольный бассейн и Карагандинский, они между собой контактили и своих практикантов с техником горного туда, на практику. Вот мы здесь и встретились, когда она практику здесь проходила». За воспитание сына, который стал народным героем, семье был вручен автомобиль отечественного производства марки «Нива». Как отметил Жумангали Сапиев, катать на своем автомобиле он будет не только своих любимых внуков и внучек, но и всех своих друзей. Карагандинский шахтер теряет шансы на призовые места в чемпионате Казахстана по футболу, уступив столичной команде. Матчи 26-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги футбольный клуб «Астана» одержал верх над горняками. Счет по окончанию матча составил 2-0 в пользу столичного клуба. За перебор желтых карточек матч пропустили Андрей Финончика и Мигрид Топчагич. После этого поражения шахтер опустился на пятое место в турнирной таблице. Следующая игра для нашего клуба будет серьезным испытанием. 24 сентября в Караганде состоится матч с Алматинским Кайратом за выход в финал Кубка Республики Казахстан. А вот хоккейный клуб «Сарарка» одержал победу на выезде. Это четвертый выигрыш из пяти матчей. В рамках чемпионата высшей хоккейной лиги «Сарарка» переиграла в Волжскую Ариаду со счетом 3-2. В нашей команде отличились Илья Антоновский, Александр Васильев и Дмитрий Громов. Набрав в общей сумме 12 очков, наш клуб расположился на втором месте в турнирной таблице. Следующий матч пройдет 22 сентября. «Сарарка» сыграет в Казани против местного «Барса». О новостях на сегодня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин